Так, это у нас детский парк-сказка. Посмотрим, как выглядит. Прежде всего, меня интересует, где кот. Где механический кот моего детства. Куда кота-то в деле? Что, кота вообще нету? А, вон вроде видно, кажется. О, кот на месте. Кот механический. Я не знаю, работает ли он сейчас, но в детстве кот снимал шляпу. Не знаю, как сейчас. Ну, вроде покрашенный, выглядит так нечеток. Фонарь на фонаре. Это немножко странно выглядит. Ну, да ладно. Вроде как его ремонтировали, наверное, работает. Но сегодня не выходной день, поэтому шляпу, наверное, не снимает. Так, ну посмотрим на парк моего детства. Парк-сказка. Как сейчас выглядит. Еще раз кот у нас тут. Он ближе подошел. Ну, покрасили, видно, да, что покрасили. Привели их в порядок более-менее. Плиточку положили. Здесь не положили. Там положили. Вот такая горка, зама горка. Ну, к слову сказать, вот даже когда я маленьким был, еще Союз был, внутри было, ну, скажем так, ну, скажем так, не очень. Вот не знаю, как сейчас, но даже при Союзе идея классная, но внутри было все-таки не очень. Вот интересно, как сейчас. Ну, идея вообще классная, согласитесь. Ну, я говорю, даже в советское время было немножко так грязненько. А сейчас, по-моему, вообще стрёмненько. А, они тут просто взяли и заварили. Раньше можно было подниматься вот здесь. Они просто заварили, просто взяли и заварили. Вход это был, вход в башенку. Такой его сейчас нет. Жаль, лучше бы они привели бы полностью порядок, почистили бы его. Было бы красиво и интересно детям. Ой, да, запах, конечно, жесть. Хорошо, что камера его не передает. Ну, почему? Так, еще один вход. Ну-ка, поднимусь-ка я. Ну, да, если честно, выглядит так себе. А, вот этот вход, куда я не смог подняться. А, тут тоже они заварили. Чтобы просто все заварили. Понятно. Ох, да. Блин, ну, то ли с людьми что-то не так, то ли я не знаю. Потому что тут такой запах в этом. Вот идея классная. Ну, а если бы за этим следить? Потому что запах просто, просто жесть. Вот честно, ребят, должен сказать, запах жесть. Вот еще один вход. Еще одна жесть. Называется вход в страну кошмаров. Вот как? Вот можно ж было бы, можно ж было бы привести это все в порядок. Всем похер. Ну, и тут вот просто площадь такая замковая вот эта. Все убитое. Все разбитое. Хотя идея, идея классная. Ой. Все изуродовано. Как таковой ни хрена тут нету. Вот реально, что тут детям делать? Я не знаю. Поэтому детей нет. Да, ну что сказать. Парк, конечно, сказка, но то, куда я засунул свой нос, ну, это, наверное, была какая-то кошмарная сказка. Так, вот там еще два замка. Вот здесь такое озеро. Раньше, когда я был маленький, тут стоял в озере деревянный деревянный краб. Вот можно, конечно, ругать всех и вся, но это же какой-то козел же так сделал. Взял, отломал голову, нос. Ну, тут просто вы люди сами убиваете. вы сами убиваете то, где живете. Сами уродуете. Потом жаловаться на кого-то, когда вот так кто-то поступает, какая-то скотина. Можно говорить, что кто-то безответственно ветка упала. Ну, ветка, может, недавно упала, мы что-то не убрали, но сам факт, голову кто-то взял, отломал. А здесь раньше стоял деревянный корабль. Да, стоял здесь деревянный корабль. В моем детстве корабля больше нет, корабль уплыл. Корабль был очень прикольный, красивый, деревянный парусник. И, кстати, замок вот этот выглядел немножко по-другому, без вот этой облицовки. Он был красный, из красного кирпича, и выглядел на мой взгляд более прикольно, нежели сейчас. В этом замке я вот не помню, что было, а в том замке, который дальше, был раньше кинотеатр. Показывали фильмы. А в этом, по-моему, тоже что-то было, но уже не помню. Уже, если честно, я подзабыл. А сейчас ближе подойдем. Субтитры сделал DimaTorzok В Дагнем был кинотеатр. Вот тот, который ближе к штукатурке, я уже, к сожалению, не помню, что тут было. Субтитры сделал DimaTorzok Все разрисовано, все изуродовано, но хоть кувшинки красивые, одно только радует. Вот кто живет в этом городе, кто все это делал, разрисовал. Вы же понимаете, вы же себе все портите. Это здание закрытое. Оно никак не используется вообще. И, естественно, никому оно не надо, ничего тут порядок не приводит, хотя можно было бы что-то, какие-то аттракционы придумать, что-то сделать, что-то прикольное, наверняка. Идея-то классная была. Кинотеатр. А еще там был выход наверх. Можно было залезть на крышу этого здания. Ну, что сказать. Выглядит, конечно, все просто ужасно. Просто ужасающе. Я помню, как это выглядело в детстве. И то, что сделали сейчас, это никакими словами нельзя описать. Все раскурочено. И вот у меня даже дети сюда решили не идти, потому что им просто неприятно. Я вообще не представляю, что делали с этим кирпичом, чтобы вот такое натворить. Это еще раз, на секундочку, детский парк в городе Сума. Вот здесь когда-то был кинотеатр. Сейчас тут все заброшено, все никому не нужно. Просто какая-то дичайшая жесть. Ну что, кошмар. Но зато ленточку сделали желто-блокритную. Это, конечно, многое из правил. Так, это был когда-то вход на верхнюю площадку. Его заварили, чтобы туда никто не шел. И, наверное, это правильно. С учетом того, как все выглядит, это просто небезопасно туда подниматься. Тоже все изуродовано. Как древние руины. А ведь это был новый парк когда-то в моем детстве. Все. все раскурочено. Все ужасающим. И вот эти все вот... Это что, так нравится рисовать вот этот орган? Я вот зарисую, но я уже пятые органы вижу. На YouTube я не могу такое размещать. У кого-то с этим, наверное, проблемы какие-то. Раз это рисуют уже пятый раз подряд. Вот пусть, если, может быть, кто-то будет смотреть, кто этот орган рисовал, пусть ему будет стыдно за это. Потому что явно какие-то комплексы у человека. Ну вот. Второе озеро. Ну, в общем, все печальное зрелище. Грустное и очень печальное. Даже туалет, кстати, делали в виде замка такого маленького. Вообще, такое чувство, что этот замок с осадной артиллерией расстреливали. Ну, что сказать. Вот это вот, знаете, это просто какой-то памятник уничтоженным детским воспоминаниям. Моим точно. Уверен, не только моим. Спасибо всем, кто это сделал. Ну, и вообще, пора бы уже этот парк переименовать. Был парк «Сказка», стал парк «Кошмаров». На данный момент это название гораздо больше подходит парку, чем «Сказка». Еще немножко замка. Вот это вот все мне зарисовать придется. Ну, ладно. У меня вот такие рисунки YouTube не пропустятся. «Сказка». Ну, это просто жесть. Правильно, согласен. Лошадка, по-другому не скажешь. Очень интересно. Мужик в парке ловит рыбу. Вообще, просто прикол. Мужик, серьезно? «Сказка». Даже интересно, ловит он что-то или нет. Да. Нет слов. Заканчиваем. Тут еще такой веревочный парк. Больше, собственно, говоря, тут особо ничего и нет. Конечно, в Харькове он покруче. Ну, есть. Спасибо большое. Вот это были такие наши сумские парки. Напишите, что думаете об этом. Ну, и подписывайтесь на канал. «Севоровский». Да, вот там вот были та и раньше поющие фонтаны. То есть, играла музыка, фонтаны были и что там еще было. Ну, и оно, получается, там еще прожектора стояли, оно такое переливалось, красиво было. Ресторан «Кристалл». Бомж спит. Ресторан «Кристалл». Реально, бомжи спят. Да, тупо бомжи спят. Ну, а что, нормальное дело. Бомжарник реально. Да. Тупо спят бомжи. Здравствуй, ресторан «Кристалл» Сумы. Да. В советское время ресторан «Кристалл» я думаю, выглядел лучше. И бомжи рядышком точно не спали.